господа всех приветствую сегодня у нас день x решили мы все-таки делать все самостоятельно потому что обозначили нам стоимость заварки поддона да и вообще замены в сервисе на которая нас нет не очень устраивает поэтому было лишь принято решение купить новый поддон ну и соответственно менять его самостоятельно полевых условиях от себя так вот у нас значит сам поддон немецкий hd и артикул сам поддон алюминиевый нормальный поддон стоимость 2400 почти ссылку на него оставлю в описании значит тут под турбину пробка сливная здесь датчик уровня масла 1 машину мало сейчас старое масло сливаем машину поставили вот такие козлы там брусочек вот такой у нас достаточно высоко вообще можно будет подлазить более-менее удобно здесь упор сделали чтоб она вдруг не откатилась так сразу фильтр масляный потом у нас справа еще пыльник порвался заодно поменяем пыльник так и на поддон герметик такой чем все артикулы пропишу в описании так ну и масло вот я лью себе матюль 5 литров у нас все приступаем сейчас дождемся масло до конца стечет будем отключать так друзья значит приступая к процедуре домкратим вот так сейчас покажу у нас там кратим движок здесь вот у нас за кондер его домкратим достаточно высоко откручиваем вот эту переднюю подушку она у нас соответственно вот здесь вот здесь вот находится вот и и откручиваем под накрачиваем не она вытаскивать чтобы легче домкратила сразу открутили подушки право слева в общем у нас все поднялось и возможно мы даже не будем опускать балку потому что в принципе доступ камера сейчас не очень удачно залазить в общем вот видно даже отсюда доступ к пинтам есть который где поддон коробки уже идет поэтому возможно мы так все это сделаем без опускания балки как многие делают сейчас все откручиваем соответственно вот этот датчик уровня масла здесь на турбину труба ну и все там вот эти пошли винты ну и дальше включусь посмотрим придется нам что-то еще дополнительно делать или нет винты не теряйте складывайте все куда-нибудь в отдельную коробочку чтобы потом не запоминаете что откуда вы так выкручиваете здесь у нас датчик вот такой из прокладок он без всего просто ставим а потом сразу на новый поддон все все в масле все в грязи на еще насчет кстати и жидкой сварки вот сколько не мазал может конечно сама жидкая сварка не такая холодная смысле в общем через какое-то время она все равно начинает бежать машина постояла и она все равно находит масло все равно находит место где ему выбраться всего этого дела так друзья пришлось нам все таки балку подкрутить потому что чуть-чуть буквально но поддон не вылазит балка у нас соответственно держится вот здесь раз два три с одной и с другой стороны а вот здесь еще здесь вот раз раз два и вот здесь вот третий подушки открутили там с другой стороны и дальнюю вот здесь вот просто при открутили она как бы повисла немножко вот на ограничители а там там просто подушку открутились все у нас бачком бачком буквально немножко мы приспустили и он вышел такой в общем у нас тут сейчас вид сняли масляный фильтр с масло скапывает ставим новый фильтр здесь все от старого герметика очищаем наносим новый устанавливаем поддона место и сейчас еще по ходу дела поменяем пыльник она про сам поддон если кто не знает чего кого сейчас этом снятом состоянии так у нас значит здесь куча под десятую головку винтов и в принципе все видно вот здесь вот это место как раз заходит они еще с внутренним шестигранником вот это место заходит у нас как раз под балку в принципе здесь рукой можно все это открутить что мы сделали но вот из-за этой торчащей штуки получается поддон не влазит так ну и все вот говорят про два скрытых и неудобных винта они находятся вот здесь вот и откручивать их нужно вот через эти соответственно прорези не знаю как их назвать по отверстия там типа может мешаться маховик или еще чем до болты вот его можно тихонько покрутить добраться до этих винтов и все прекрасно видно все собственно остальные все в доступе их все видно можно все достаточно легко все снять все продолжаем так чтобы снять пыльник поменять снимаем соответственно само колесо выкручиваем центральный отодвигаем эту ключ заблокирован 6 секунд вставляем ключик поворачиваем руль он волшебным образом у нас крутится самостоятельно конечно так нет ничего так друзья чем освободили ему тягу теперь чтобы вот у нас есть порван пыльник теперь чтобы нам снять сам чтобы надевать новый пыльник ну заодно его там почистить и заправить заново смазкой мы вкручиваем этот же болт который раздержит он в общем от руки сейчас достаточно легко вкручивается единственно что смотрите чтобы у вас они стояли ровненько и крутим до упора и он таким образом вытолкнет нам в итоге шрус стяги в общем выкрутили ему гранату помощью этого ступичного болта просто скручиваете его до щелчка там будет такой характерный щелчок это значит что она сошла здесь у нас с этих и все поменяли здесь сразу комплекте с пыльником колечки ставили новые все сама граната у нас пока замачивается мы и почистим все заправим смазкой и будем ставить на место мы или гранату вот она у нас чистенькая сейчас будем значит заправлять ее смазкой которая идет в комплекте также в комплекте у нас сам пыльник соответственно и кому-то зоцких сюда мы колечки одели вот еще одно стопорное колечко у нас сам шрус она у нас вот сюда вот в общем вот в эту садиться сейчас одной рукой неудобно мне одевать и так здесь снизу снизу соответственно вместе в местах где будет новая новый поддон старый герметик очистили все протерли вот эту трубку которая на турбоке тоже очистили протерли тем тут у нас маслоуловитель его так слегка уже протерли очистили фильтр поставили мы новый старый герметик сейчас будем все вставить на место сначала шрус потом поддон заливать масло и все снимать все это дело ставить на землю и ехать проверять кататься гранату смазкой намазали пыльник одели у меня к сожалению оказалось щипцов которые эти хомуты зажимают поэтому я взял обычные червечные значит как его поставить промазываете сам пыльник у здесь немножко маслечка но смазка этой чтоб он зашел хорошо проскочил там колечко все потом ставите уплотнительные давайте ограничительные кольца железная пластиковая тоже здесь и ограничительное кольцо уже последнее все сам шрус скручиваете узбол ступичный выставляете шрус ровненько попадаете там зубчики и молотком просто аккуратненько по болту поэтому папе он заходит на место все мы поставили сейчас колеса побольше вывернем налево и будем соответственно его ставить господа в общем гранату мы успешно установили на место установили и ступицу все затянули последняя протяжка пойдет когда уже машина будет стоять на колесах сейчас будем устанавливать новенький поддон промажем его герметиком хорошенько и будем ставить на место поставили поддон на место прикрутили пока все эти десяточки десятый уголок по периметру чтобы он у нас прижался герметик чтобы там подкрукал сейчас ставим датчик на место с этой стороны ставим под турбину под турбину трубу также ее на герметик и потом вот здесь вот молты закручиваем все этом будет готово заливаем масло а ну конечно надо будет сейчас подрамник обратно поднять двигатель опустить соответственно потом заливаем масло запускаем проверяем чтобы мне ничего не лежало итак друзья установили мы на место поддон все под прикрутили прикрутили здесь переднюю подушку прикрутили эти трубки от компрессора который будет прикрутили датчик на место здесь поверху все прикрутили там у балки уже не особо видать их дальние болты все прикрутили сейчас будем опускать балку устанавливать на подушке и все затягивать и заливать масло льем масло и и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Спасибо за просмотр! 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 Субтитры подогнали Симон! На этом мы эту серию заканчиваем! Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал! Ставьте лайки! Оставляйте ваши комментарии! Всем удачи! Пока! Спасибо за просмотр! 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 Спасибо за просмотр!